Сотрудники Следственного комитета России 15 января отмечают профессиональный праздник. На страже закона они стоят давно, но с момента, когда Следственный комитет стал самостоятельной структурой, прошло всего три года. Особо отличившихся сотрудников, которые добросовестно трудились, не жалея сил и времени, на расследование уголовных дел наградили благодарностями и денежными премиями. Свыше 92% уголовных дел по итогам прошлого года были направлены в суд. В производстве следователя находилось почти 4,5 тысячи уголовных дел. Окончено производством свыше 2,3 тысячи уголовных дел. Об эффективности следственной работы свидетельствует то, что в суд направлено свыше 92% уголовных дел от оконченных производства. Благодаря профессионализму следователей в минувшем году были раскрыты резонансные преступления, совершенные с применением огнестрельного оружия и крупные коррупционные дела. К уголовной ответственности привлечены свыше 500 лиц, бравших взятки. Это и Александр Канаев, занимавший должность заместителя руководителя Верхневолжского управления Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору. И Вадим Серов, бывший начальник исправительной колонии номер 6, который просил немаленькие вознаграждения за организацию условно-досрочного освобождения осужденных. Расследованием дел Канаева, Серова и многих других занималась Светлана Антипина, следователь второго отдела по расследованию особо важных дел. В органах регионального следственного управления, следственного комитета она работает с 2010 года и за это время проявила себя как настоящий профессионал. Светлана Николаевна начала работать сначала в Ормановском межрайонном следственном отделе, где она работала следователем, затем старшим следователем. И уже естественно по ее профессиональным таким качествам, навыкам, по сложности расследованных ею дел, было принято решение о переводе ее в такой важный отдел, как отдел по расследованию особо важных дел. Служба отнимает много времени, в том числе и личного, почти не предполагает выходных и праздников. Работа по ночам, когда требуется срочно выехать на место происшествия, скорее правило, чем исключение. Дела, которые расследовал Светлана, заканчивались вынесением обвинительного приговора. Процесс сбора доказательств вины того или иного человека нелегкий и небыстрый. Следователь всегда ищет подход к тем людям, с которым им приходится сталкиваться в процессе расследования уголовных дел. На мой взгляд, это самое сложное, поскольку именно найти те психологические аспекты того или иного человека, найти к нему подход, это является самым сложным в расследовании уголовных дел. По сути, следователь является судьей человеческих судеб. Каждый работник ведомства прекрасно понимает, что впоследствии подозреваемому назначат наказание. Следователь берет на себя большую ответственность, доказывая, что именно этот человек совершил преступление, которое ему инкриминируется. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.